Всем привет! С вами С.Е. Лекторий и я Евгений Давыдов, составатель агентства Setters, образовательной платформы Setters Education и wellness бренда Refill. Сегодня мы поговорим с вами про HR во всем его многообразии, про команда образования, про корпоративные культуры и про все то, что всегда так плотно присутствует в нашей жизни, но мы так редко об этом как-то осмысленно и осознанно говорим. Мы не просто так подобрали нашего прекрасного гостя Антона. Антон сооснователь Буду и Эйч. Это две прекрасные платформы, про которые он сейчас вкратце расскажет, чтобы мы сразу понимали, с кем мы говорим и почему мы говорим именно на эту тему. Всем привет! Я делаю сервис поиска работы и развития карьеры Буду и Эйч. Если говорить абстрактно, то любой вопрос, связанный с карьерой, вызывает какой-то стресс и дискомфорт. И, собственно, мы делаем сервис, который помогает снижать уровень стресса, сокращать дистанцию до ваших карьерных целей и в целом развеивать туман на рынке труда. Развеивать туман на рынке труда – это такая очень интересная фраза, особенно близкая геймерам. Да, давай мы сразу пройдемся, знаешь, в такие самые острые болевые вопросы, которые, я уверен, есть у большинства, кто на нас сегодня смотрит. Давай немножко, наверное, сконцентрируемся, что мы сегодня будем говорить больше про интеллектуальные профессии, да, про какие-то цифровые профессии, про креативный класс и, наверное, весь наш спич будет проходить не абсолютно всем людям на рынке труда, а больше подойдет вот тем сферам, про которые я сейчас сказал, да? Да, все так. То есть мы говорим про вот эти креативные профессии, и в нашем понимании это профессии, которые нельзя алгоритмизировать. Это профессии, в которых так или иначе нужно думать, нужно придумывать. Это и разработчики, и аналитики, и маркетологи, и в целом любые профессии в диджитал. Ну, смотри, а если говорить про то, что сейчас является какими-то, не знаю, двумя-тремя корневыми прям проблемами этого рынка, какие ты можешь назвать, про какие мы можем сегодня поговорить? Смотри, если думать широко об этом, то я бы разделял это на три какие-то кластера проблем. Одной из основной этих проблем я бы назвал, что в целом рынок цифровых профессий, он появился относительно недавно. Он быстро меняется, он быстро растет. Наверное, каждый день мы слышим, что появилась та или иная профессия, позиция, описание которой или название которой мы вообще не понимаем. Исходя из этого, так как все настолько быстро меняется, можно сказать, что никто ничего не понимает, сложно в этом ориентироваться, как компаниям, так и соискателям. Это первая штука. Вторая штука – это от рынок труда в России и в целом в мире, он сейчас на стороне соискателей. Компаниям смертельно не хватает ребят, которые имеют навыки в диджитал. Понятное дело, что все слышали, что не хватает очень сильно разработчиков. Елена Бунина, гендир Яндекса, говорит, что к 30-му году только в России не будет хватать трех миллионов разработчиков, но это на самом деле касается и всех остальных диджитал профессий. И третья абстрактная большая штука – это вопрос про мотивацию и про то, что мотивация 2.0 – это кнут и пряник. Она не работает для вот этих креативных профессий. Недостаточно просто написать в вакансии требования и указать мотивацию в виде заработной платы и ждать, что придут ребята из креативных профессий. Хорошо. На самом деле очень классные три больших направления. Я думаю, что мы сейчас просто каждое отдельно разберем. Притом для того, чтобы это было как-то более глубоко и понятно для всех, можно это разобрать с двух сторон. Со стороны как раз компании и работодателей, и со стороны соискателей. То есть как они по-разному смотрят на эту проблему. Я думаю, можем сразу начать с первой. Про то, что рынок не так давно появился, поэтому на нем есть огромное количество каких-то неопределенностей, неточностей, отсутствие каких-то стандартов и прозрачности. Каждый делает, как он хочет, как он видит, как он понимает. Огромная разница лично для меня вообще в терминологии и в названиях. То есть одна и та же вакансия с одинаковым названием, наверное, с 90% вероятностью не будет совпадать нигде. То есть ты посмотришь на разработчика, ты посмотришь на UX дизайнера, ты посмотришь на копирайтера и везде будут даже разные требования, разные какие-то зоны ответственности. Все требуют абсолютно разного образования и разного даже майндсета у человека. То есть для кого-то копирайтер это человек, который пишет просто потоково, очень быстро и правильно доносит информацию. Для кого-то человек, который создает новые смыслы. Для кого-то это человек, который вообще чуть ли не объединяет команду, ставит всем ТЗ и именно он формирует то, что будет говориться от имени бренда или аудитории. И вот во всем вот этом многообразии, мне кажется, ну правда ты говоришь, тяжело всем. И работодателям, потому что нет какой-то единой, ну не то что метрики, но понимания, как оно должно быть. И еще сложнее соискателям, потому что ты каждый раз как будто играешь там Форт Боярд, тебе надо угадать, а что человек вообще от тебя ждет на этой вакансии. Вот. И как ты вообще видишь, куда вся эта история двигается? Двигается ли она вообще или она просто остается на месте и как бы вот все последние пять-семь лет вот так и живут, не понимая куда они идут, зачем они идут. А вторая сторона не понимает, кого она нанимает и зачем она нанимает. Слушай, ты совершенно прав, уровень неясности зашкаливает, меняется или не меняется. Но хочется верить, что мы пробуем и стараемся менять все, что происходит. Компании, конечно, начинают понимать потом, когда они не могут год или два закрыть ту или иную позицию, они начинают рефлексировать, по каким причинам они не могут ее закрыть. Соответственно, даже можно говорить про то, как мы стараемся это менять и говорить про вот эту мотивацию 3.0. Мы совершенно хорошо понимаем, что сейчас большинство соискателей, они не просто выбирают описание своих задач и какую заработную плату они хотят получать два раза в месяц. Они хотят видеть своих будущих коллег, свою команду, хотят понимать, что за идея, что за продукт, что они несут в этот мир, зачем просыпаются и кайфовать от своей деятельности каждый день. У нас в сервисе уже можно в вакансии не просто описывать задачи и указывать ЗП, а также добавлять фотки, видео, описание команды, привязывать вакансию к конкретной команде или командам и рассказывать про реальную деятельность, то, чем занимается компания. Ну, смотри, мы здесь, наверное, сейчас перескочили с первой темы больше на третью, и мы к ней еще вернемся и чуть поподробнее, думаю, разберем. У меня здесь скорее вопрос про то, нужна ли вот рынку труда какая-то унификация, наверное, какой-то вот этот вот общий фундамент и база, или это окей, что каждый делает то, как он хочет, что каждый создает какие-то новые смыслы для любой профессии, казалось бы, да, добавляет ей каких-то новых зон ответственности. Как ты думаешь, куда пойдет рынок, что будет очень много таких модульных специалистов, которых можно спокойно отсоединить от одной компании и прикрепить к другой, или скорее про то, что будет, как бы вообще не будет вот таких вот профессий к тому, как мы это привыкли, что есть конкретная профессия с конкретными зонами ответственности, и ты вот винтик в механизме, то есть как ты видишь вот это вот развитие именно в креативных интеллектуальных сферах? Конечно, хочется верить, и мы вроде бы видим, что мы уходим от винтика в системе и приходим к людям, которые могут думать и могут быть полезны в разных направлениях, и то, что они сейчас редактор или копирайтер, не значит, что они не могут помогать в маркетинге, позиционировании или в других вещах. То есть думающие люди, они могут быть полезны, и они кайфуют от того, что они совершают какую-то полезную, интересную деятельность в разных сферах. У меня здесь тогда вот возникает еще такой вопрос. Есть теория про то, что чем быстрее вот эти изменения, тем больше неопределенности, да, чем больше вот этих новых профессий появляется, тем меньше необходимо компаниям некой систематизации, четкости и так далее. То есть скорее надо правильно доносить смысл и направление, куда вы идете, а вот этот вот выбор инструментария, и как конкретно это сделать, и как конкретно распределить в команде, как будто бы остается сейчас уже внутри самих команд, да, то есть вот это вот постоянная такая смена ролей, понимание, что вы коллективно что-то делаете, а как вы это в моменте распределите, это уже ваша задача, и ваша задача. Видишь ли ты такое изменение, или наоборот, ты видишь, что корпорации стараются вот очень сильно ограничить зону ответственности человека? Я с тобой согласен, я вижу, что компании уходят, даже большие корпорации к большему доверию своим сотрудникам, своим команде, может быть, даже партнерам в некой степени, и явный тому пример, что мы видим, какое количество стартапов, там, корпоративных акселераторов рождается, как внутри Яндекса люди в одном направлении придумывают идею и идут воплощать ее в том же Яндексе. Это, в принципе, здорово, это классный такой способ самореализации с наименьшими рисками. Ну, корпоративное предпринимательство для меня это такой правильный способ корпорациям выживать, да, и, ну, наверное, не упускать какие-то возможности, которые вокруг них существуют, потому что у них есть ресурсы, у них есть, как бы, такая платформа, с которой бизнесом можно намного быстрее запускаться. Здесь еще, наверное, про такой большой блок у меня есть вопрос, про изменение роли вообще HR-команды в компаниях, там, в корпорациях, да где угодно. То есть, есть такая старая, да, стереотипная история про то, что HR это чаще человек, который занимается рекрутингом, что это человек, который нанимает кого-то в команду, ну, и, соответственно, занимается какими-то тимбилдинговыми, там, историями иногда. И последние, ну, несколько лет, я думаю, что последние лет 5-6, все чаще отовсюду, там, где-то на конференции, где-то в кулуарах, при каких-то личных разговорах, ты слышишь, насколько меняется отношение вообще к HR-у, к людям, которые им занимаются, и, да даже к бюджетированию этой сферы, что на нее выделяют больше денег, понимают, что она должна строиться немного по-другому, понимают, что та функция, которая была, мы просто правильно анбордим, оффбордим ребят и быстренько их нанимаем, она, как бы, не работает. Кроме этого, еще появляется очень много сторонней истории, типа корпоративной культуры, про донесение каких-то ценностей и смыслов, про абсолютную прозрачность внутри компании, про выстраивание вот этих коммуникаций между всеми. И ты видишь вообще вот это вот развитие, насколько это поменялось за последние несколько лет, вот так как вы работаете очень много как раз с HR, и мне интересно услышать от тебя вот это мнение, насколько это все меняется. Да, да, но на самом деле ты, мне кажется, просто впереди планеты всей, в основном сейчас рынок до сих пор думает, что HR это кадровик, тот, который подписывает документы и устраивает тебя официально на работу. Какая-то еще большая часть этого рынка думает, что HR это рекрутер, который пишет вакансию, выкладывает ее на джоб-бардах и смотрит отлики, передает ее в бизнес. И какая-то, на самом деле, очень маленькая часть понимает, что HR это не просто про кадры, это не только про рекрутмент, а это в целом про поддержку бизнеса. Есть такое понятие, как HR бизнес-партнер. И мы вообще видим много примеров, когда HR бизнес-партнеры, они потом переходили в SEO-компании. Например, тот же Яндекс, по-моему, Елена Бунина раньше была HR. По-моему, бывший HR бизнес-партнер X5 Retail Group стал SEO, всего X5 Retail Group, потому что это одна из самых важных ролей в компании. Это люди, которые работают в компаниях, это про людей. HR это про людей, про организацию, мотивацию, жизнь текущих людей, которые проводят большую часть своей жизни в той или иной компании, и про привлечение лучших талантов. Поэтому это безумно важная роль. И уходя в какую-то конкретику, ты говорил, что это во многом становится про обучение, про мотивацию сотрудников, про ценности вовне. Это все так. Это также, если что-то более релевантное к нам говорить, приходит в развитие бренда работодателя, потому что для них это такой инструмент коммуникации с этими 20-35-летними ребятами в диджитал-профессиях, привлекать, рассказывать, привлекать больше кандидатов, рассказывать про команду, про задачи. Это такое из основных сейчас видов деятельности в HR в том числе. Смотри, я часто еще общаюсь с очень разными компаниями, с очень разными подходами. Есть такое интересное мнение, что сейчас во всех советах директоров очень боятся ближайшие 10 лет. Но это скорее про то, что будет очень большое смещение в сторону мотивации 3.0, как мы с тобой говорили. И большинство вообще систем, компаний, корпораций к этому абсолютно не готовы. То есть вот они сидят и ждут, пока ребята, которые родились в 2000-х годах, то есть это уже помладше немного нас с тобой, придут в компанию. И все боятся того, как они начнут себя вести. Все боятся каких-то неожиданностей, новых каких-то подводных камней, понимания, что все то, что они выстраивали десятилетиями, то, что работало, сейчас работать не будет. Как ты видишь вообще основное вот это изменение, в чем оно будет? Будет ли вот какая-то разница в ближайшие 5-10 лет? В найме, скорее, ну именно в найме и в работе уже существующей команды, которая… Ну она 100% будет, потому что мы никак не поменяем переход к этой мотивации 3.0, он уже здесь. Те, кто не перейдет, просто умрут, они не смогут людей привлекать, удерживать и мотивировать, чтобы они поработали. Соответственно, изменения, ну 100% будут. Как это будет в плане найма, наверное, мы частично понимаем и делаем вообще инструменты для этого. У нас есть страницы компаний, в которых мы как раз-таки развиваем бренд работодателя, рассказываем про команды, про людей в этих компаниях, даем возможность компаниям писать статьи, что у них происходит, какие задачи они решают, какие сложности, какие факапы, все что угодно. Мы привязываем в вакансии, делаем связку с командами, я уже рассказывал. Это что касается найма, что касается внутри организации процесса, мотивации сотрудников, он точно поменяется. Как это будет, пока хз? Я не знаю. Антон, есть еще такая интересная тема. Вот лично для меня HR, там даже топовые позиции, да, HR, директор и так далее. Они никогда как будто не были в России какой-то вот такой рок-стар позицией. Ну то есть нет толп людей, которые хотят работать HR. То есть если там я там хочу быть программистом, я хочу заниматься там машинным обучением и так далее, ты где-то еще как-то слышишь урывками, то вот целенаправленное «я хочу находить таланты, раскрывать таланты, строить корпоративную культуру» ты слышишь достаточно редко. Как ты думаешь, с чем это связано? С тем, что это очень недавно появилось, с тем, что люди не понимают, в чем вообще ценности, как бы, а чем ты будешь заниматься на работе? Ну как бы это второй, да, может быть, пункт. И третий, что как будто бы не так много ярких и классных примеров, вот, я не знаю, известных там HR-директоров, ребят, которые нанимают, собирают команды. Мне кажется, можно пересчитать вот по пальцам прям, ну двух рук максимум. Тех, кого ты хоть как-то вспомнишь, тех, ну, кто хоть где-то мелькает, что-то рассказывает, транслирует смыслы и так далее. Это третий, как бы, да, один из возможных вариантов. И четвертый, что по факту нигде этому вот именно в таком формате, про который мы говорим, не учат. Да. То есть, скорее, я до сих пор помню, у меня кафедра в университете называлась управление трудом на производстве или что-то такое. И скорее вот она была как раз про первый пункт, да, когда мы заполняем табельные листы, какие-то документацию, изучаем просто трудовой кодекс без какой-то привязки к ценности, к мотивации, еще чему-то такому. Вот, как ты думаешь, что должно произойти или что сейчас происходит, чтобы вот это в корне переменить, чтобы вот как раз вот эта HR-история становилась видимой, вышла из тени и чтобы человек, который, не знаю, там, родился в 2000 году или там в 2010-м, сейчас посмотрел, не знаю, на наш выпуск, да, или там еще посмотрел на какие-то интервьюхи и так далее и понял, блин, это то, чем я хочу заниматься, я очень хочу этому учиться и я правда хочу помогать вот талантам раскрываться и находить правильную точку применения своего таланта. Слушай, если кто-то посмотрит этот выпуск и скажет, я хочу быть HR-ом в 15 лет, а Миша на комплекс, это прикольно. Ну, ты прав, единственное, наверное, кто приходит в голову из таких рок-стар HR-ов, это HR-дир Netflix, да, которая написала книжку, мы все вроде бы знаем про это. Почему сейчас HR-ы не рок-стары в России? Ну, появилась действительно проблема привлечения людей, там, мотивации людей, относительно недавно. В вышке, по-моему, появилась кафедра по HR-у, не по кадровикам, а по HR-у два года назад. То есть люди даже еще не выпустились, которые учатся на профессии HR-ов. Вот. Что должно произойти и что на самом деле происходит, чтобы HR-ы стали рок-старами? Это всеобщее понимание бизнеса, что бизнес, он про людей, которые вместе с тобой работают. Люди, людям, у людей должна быть, у людей должны быть хорошие условия труда, у них должна быть интересная работа. Это все так или иначе взаимосвязано с человеком, который выстраивает эту систему, а это HR. И я думаю, что рок-стар HR-ы в России уже будут появляться год-четыре года. Мы будем видеть книжки, будем видеть интервью, будем понимать, что эти люди зарабатывают достаточно большие деньги и в целом кайфуют от того, что они делают. Поэтому мы идем к этому. Просто сейчас мы в самом-самом начале пути. Отличный ответ. У меня есть на эту тему еще вопрос. Как ты думаешь, кто сейчас, если кто-то ищет в компанию, давай мы не будем брать корпорации, которые хантят друг у друга, и там немножко попроще, потому что все-таки там есть какие-то яркие лица. Вот, например, мы берем средний бизнес, среднюю компанию, и она хочет перейти как раз на мотивацию 3.0. Она хочет попасть в этот тренд, в эту струю, чтобы все это успеть сделать, провернуть внутри себя. Как ты думаешь, какого HR-а им надо искать, где его искать? Слушай, ну, отвечая на твой вопрос, где брать такого HR-а, надо понимать, что мы хотим от этого HR-а. Соответственно, если это человек, который должен понимать и бизнес-показатели, и в то же самое время быть очень эмпатичным, уметь общаться, разговаривать с людьми, при этом строить большие системы, процессы для организации труда, деятельности этих людей, то это такой должен быть очень структурированный, эмпатичный, инновационно-мыслящий человек. Где такого взять? Я не знаю, где такого взять у человека. Я думаю, что таких людей много, может быть, стоит растить. Такие люди уже есть, HR-ы в компаниях. Надо, знаешь, вот я понял, в чем проблема. Нужно не… Самая большая проблема не найти этого человека, а сформировать запрос на то, что ты хочешь, вот как бизнес. Вот если бизнес понимает, что они хотят перейти на мотивацию 3.0 и тем самым привлекать лучших людей к себе, то они должны сформулировать эти запросы, эти понимания, то, как они хотят пониматься. А кто будет заниматься экзекьюшеном, это уже вторичный вопрос. И уверен, что с пониманием от результата, который мы хотим добиться, человека найти уже чуть-чуть менее большая проблема. Мне кажется, мы такие, знаешь, все сильнее в академическую какую-то штуку спускаемся. Можем на сторону соискателя, если хочешь. Ну вот про HR-ов, кстати. У нас интересный опыт как раз компании HR-директора, что вот наша Катя, она до этого была исполнительным директором в другом агентстве. То есть она вообще не была со стороны HR-а, она была человеком, который принимает решения, берет на себя ответственность, понимает, как выстраивать те или иные структуры. А до этого у нас был как раз человек, который пять лет работал HR-ом на этой же позиции. И мы увидели прям огромную разницу про вот такого классического HR-а из пятитысячной компании, который привык заниматься вот этими операционными процессами и ничего не хотел особо менять. И когда к нам пришел человек, который до этого был на немного другой позиции, с большей зоной ответственности, с какой-то пониманием, как вообще можно принимать решения и как твои решения будут влиять там на компанию в целом. И я вот здесь думаю, что классно, наверное, брать людей из какой-то проектной деятельности, либо люди, которые вот немного по-другому смотрят на вот эти два слова «делать и сделать», да, на какой-то результат и проект. И как только ты берешь вот такого человека, все начинает двигаться и меняться. Если ты берешь просто HR-а, который привык быть HR-ом в классической парадигме понимания, то вряд ли что-то, какое-то чудо произойдет. Да, да, ты прав. Слушай, я сейчас понял, что это крутой пример, что HR на самом деле это должен быть человек, который супер нестандартно мыслит и не боится принимать какие-то новые решения. Я помню, был кейс в Unilever, когда у них закрывался какой-то из заводов, и HR, бизнес-партнеру этого конкретного завода, нужно было решить, что делать с этим людьми. Ну, очевидное решение, ну, давайте всех уволим, распустим, но в целом это нехорошо, потому что ты так увольняешь людей, на рынке все это слышат, и в дальнейшем, когда у тебя становится все лучше, меньше людей будет заинтересован к тебе прийти. HR-бизнес-партнер Unilever договорился с каким-то другим заводом, тоже большой корпорацией, перевести большинство людей, которых они сокращали, к ним на другой завод. Эти люди будут им благодарны. И это тоже про HR. Слушай, давай мы, правда, перейдем, наверное, сейчас на сторону соискателей. Она такая, она поживее, она поинтересней. Вот я соискатель, который в 2021 году вышел на рынок труда. Тут вообще какая-то происходит просто что-то невероятное, очень непонятное, но очень интересное. И сталкивается очень много странных факторов. Первый. Никто особо не смотрит на твое образование в ВУЗе, буквально кроме одного, двух, трех ВУЗов России, у которых есть все-таки какая-то гарантия качества. Второе. Никому особо не нужны твои онлайн-курсы уже, просто потому что они не гарантируют скиллы. Ну, из-за того, что вот именно в такую степь ушло онлайн-образование, что необязательно делать домашки, мало кого отчисляют, практически все получают сертификат по итогу и так далее. Что тоже не гарантирует. Это может тебе, как человеку, дать какие-то скиллы и классные поинты на самом собеседовании, но для работодателя это тоже не стопроцентная гарантия, что ты чему-то научился. С третьей стороны история про стажировки, какие-то еще вот такие вещи, но она тоже достаточно сложная. Мне кажется, попасть на стажировку сейчас в какую-то именно технологическую компанию, когда им не нужны миллионы людей, а все рутинное заменяется сервисами, становится все тяжелее. То есть, если раньше нужны были ребята, которые там условно принесут кофе, разберут табличку, где-то там чем-то помогут и так далее, сейчас большинство вот этих всех рутинных задач, ну, тебе не нужен огромный штат из стажеров, который все это делает. И это количество стажиров как будто наоборот сокращается. И вот ты, например, такой человек, который сейчас выходит, в это прекрасное сложное время тебе надо куда-то попасть. Что бы ты делал на месте такого человека? Ну, кроме того, что я зайду в Буду и найду классную вакансию, вот. Не, понятно, это сейчас на самом деле самое сложное время. Во-первых, цифровой, там, диджитал рынок меняется как никогда раньше, вот эти полтора года. Во-вторых, постпандемийное время, или до сих пор пандемийное время, смотря, когда выйдет этот выпуск. Вот. Очень сложно, ничего не понятно. Но, тем не менее, надо что делать. Надо как-то находить работу, куда-то идти. Это очень стрессово, потому что, опять же, непонятно, как должно выглядеть мое резюме. А если я составил резюме, обычно я его посылаю там в 50-100 компаний и нахожусь все это время в вакууме, мне никто не отвечает. Даже если мне отказывают, я в целом не понимаю, отказали мне, не отказали на рассмотрение я или что, где вообще. Непонятно, я стрессую, что мне делать. У меня даже обратной связи, чтобы как-то вообще поменять свое резюме или свой подход. Вот, непонятно. Что с этим делать? На самом деле, наверное, здесь, как и в остальных вещах, когда ты не знаешь, что делать, нужно с кем-то поговорить, кто это уже сделал. То есть, возможно, стоит поговорить с ребятами, которые сейчас уже работают в больших корпорациях, в Яндексах, Тиньковах, которые устроились туда год назад. Они могут рассказать, как выглядел их путь принятия на работу, какое резюме они составляли, какие сопроводительные письма они писали, как они проходили СОБЕС, какую заработную плату они просили, какие навыки им нужны, где получать эти навыки. То есть, если что-то не знаем, мы с кем-то говорим, кто знаем, и уже это сделал. Сейчас прорекламирую наш сервис Эйдж. В Эйдж как раз мы помогаем этим ребятам поговорить с тем, кто знает. В основном это HR, действующие HR из всех крупных корпораций и не только корпораций России. И не только России. У нас есть даже senior designer из Apple или product manager из Google Pay, которые как раз помогают вообще понять, знаешь, даже до резюме понять, какую сферу выбрать. Потому что вот мы сейчас учимся, кто-то, да, наш пользователь учится в универе, но универ не всегда подготавливает к выбору сферы, вот этой профориентации. Человек, можно поговорить с людьми, которые работают в разных сферах, понять, что они делают целый день и подходит ли это мне, хочу ли я этим заниматься целый день. После того, как мы поняли, чем я хочу заниматься, какое резюме мне нужно ставить, что должно быть в этом резюме. Может быть, мне нужно пойти где-то три месяца поработать бесплатно, просто кому-то помогать, собирать портфолио или за какие-то минимальные деньги. Потом происходит выбор, проблема с выбором компании. Какую компанию выбрать. Потому что вот мы все знаем крупные имена, но как реально работается в этих компаниях, непонятно, какие там есть команды. Потому что тут есть большой сбер, но в большом сбере уверен, что работает по-разному во всех его разных командах. И дальше подготовиться к собеседованию. Потому что многие нервничают, я нервничаю перед видео. Представляешь, если это было собеседование еще. Соответственно, в HR, когда мы собрали действующих HR из этих топовых компаний и руководителей успешных команд, с ними можно связаться, поговорить, прийти на их вебинар бесплатно. И просто начать узнавать, понимать, что вам подходит и что именно вам нужно для реализации ваших карьерных целей. Ну смотри, здесь вообще есть такой интересный диссонанс. Что с одной стороны на каждом углу все компании кричат, мы жаждем, где наши молодые таланты, приходите и так далее. С другой стороны, я каждый день слышу о тысячах и десятках тысяч неотвеченных сообщений, которые висят где-то на почте в HR, и человеку даже не удосуживаются просто сказать «Нет, ты не подходишь, подтяни вот это вот». Ну получается, что вот в такой среде соискателям, вот как ты говоришь, надо намного точечнее подходить к компаниям, понимать, кому конкретно писать, как написать, как зацепить. Ну то есть не просто бездумно пойти в 10 онлайн-школ и стать ультра-мега специалистом в разных сферах, да, а как-то очень точечно зацепиться, понять, что конкретно надо, что является для них очень важным показателем, после которого эти ребята берут тебя на работу, подготовиться к этому и уже только так идти на собеседование. Правильно? Слушай, совершенно так. Ну то есть если вы хотите попасть в ту или иную компанию, на ту или иную позицию, то легче всего, это самый короткий путь, спросите человека, который работает в этой компании, на этой позиции. И нормально подготовиться? Да, конечно. Он скажет, что вам нужно, вы поймете, где вы сейчас чего у вас не хватает для вот этого, чего нужно, и достичь этого. Обычно это не такой сильный дисбаланс, когда вы идете на джун позицию. Ну у меня просто здесь тоже есть такой диссонанс с соискателем. Я очень часто общаюсь с молодыми ребятами, которые там пишут мне где-то в фейсбуке, в директе. Это тоже круто, что они не стесняются и говорят, а что мне надо сделать, чтобы попасть, что мне надо выучить. Ну то есть это вот тоже в формате HR, только у меня в директе либо в фейсбуке. Становись куратором HR, Женя. И самое, может, к концу. И самое интересное, что вот ты видишь талантливого, классного чувака, который адекватно общается, у него правда есть прикольные работы. Он правда, ну есть в нем какая-то искорка, и ты ее видишь. Но когда ты потом вспоминаешь про него, забиваешь его почте, ну имя на почте, чтобы посмотреть, о чем он в итоге отправил там нашим HR, ты видишь идиотский мейл с каким-нибудь тупым названием, там, ig9982-gmail.com, отсутствие вообще какой-либо коммуникации, кроме привет и восклицательный знак либо точка, и прикрепленную PDF к резюме в скобочках 2.pdf. Все. Ну то есть и ты понимаешь, что как бы человек вот здесь и то, как он себя представил, то есть у него есть такое ощущение, что я просто отправил резюме, все, уже нормально, меня должны взять, я же талантливый. Но вот эта вот история про то, что люди просто не могут показать себя, донести и показать какие-то вот эти точки, для меня очень, например, важно и триггерно. Если человек даже здесь не понимает, что как бы, ну, не ждут его PDF-ку в таком формате, с такой вот коммуникацией. Все хотят получить нормальное мотивационное письмо, а почему ты вообще хочешь работать в этой сфере? Ну, хотя бы два предложения напиши. Нормально, как-то таргетировано, целенаправленно создай ты это резюме. Ну, сделай там персонализацию в две-три строчки. Ну, как бы это уже будет супер, мы прочитаем и поймем, почему тебя стоит взять. Вот этот вот диссонанс. Я очень талантливый и классный, просто меня никто не ценит. А на этой стороне ты смотришь и не видишь в нем ничего классного и талантливого, потому что он даже не там, не потратил 30 минут на то, чтобы сделать какое-то другое впечатление о себе. Мне кажется, это тоже вот очень такая тонкая грань. И вот как раз история там с какими-то карьерными консультациями, да, история, когда человеку подсказывают, на что в первую очередь смотрят. То есть, да, где-то смотрят на скиллы, а где-то на то, как он написал письмо и почему он вообще хочет работать, какая у человека мотивация там в этом. Поэтому, да, я думаю, что это такая важная штука. Это очень важная штука, но на самом деле, почему так сейчас происходит? Никто не учит, никто тебе не говорит, как назвать файл, который ты прикрепляешь. Или в том, что возможно, сделай этот файл в цветах компании, в которые ты посылаешь свое резюме, или напиши сопроводительное письмо, а вот что должно быть в сопроводительном письме. Вот на рынке этому никто не учил, ну или это было в таком околоколхозном формате, где-то на форумах от каких-то непонятных людей. В Эйче мы стараемся делать вот этот сервис, который как раз и поможет научить, научит каким-то таким навыкам в том числе. Потому что одно дело быть талантливым, другое дело уметь коммуницировать свой талант будущим работодателям. Блин, это такая тоже сложная тема. С одной стороны, как бы работы как будто не хватает, с другой стороны, не хватает как будто нормальных соискателей, да, вот ребятам в компании. У меня есть вот еще какой вопрос. Он, наверное, относится сейчас не только к тем, кто просто вот вышел сейчас на рынок труда, и мы уже ребят обсудили, что да, вам тяжело, но с этим можно справиться. Есть еще достаточно большое количество людей, которые в эту сферу пришло там несколько лет назад, развиваются в ней и не понимают, что дальше. Ну, то есть это же тоже огромный пласт людей, да, которые сначала не понимают, что дальше, потом теряют какую-то мотивацию, у них вот ожидания и реальность уже не сходятся, и они понимают, что они не хотят этим заниматься всю жизнь. И мне кажется, что им в какой-то момент даже еще сложнее понять, а куда вообще можно идти. Ну, то есть как будто бы нет, ну, кроме сайтов, где просто висят какие-то вакансии, такой вот понятного трека, ну, как ты можешь из вот такого покемона превратиться вот в такого покемона, да, и в чем вообще, какие бывают виды эволюции, куда можно пойти. И вот это вот огромное количество, мне кажется, таких, знаешь, выгоревших, перегоревших синеров, которые вот уперлись там в свой потолок, она тоже очень, ну, в ней очень большая емкость и для компаний, ну, и для раскрытия талантов людей, что они могут действительно сменить сейчас сферу, сменить профессию. Сейчас очень много курсов там и для переквалификации, и очень много профессий, в которых нужно очень много смежных скиллов, про которые ты можешь просто не знать. Как ты думаешь, что делать с вот этим вот, с вот этой категорией людей? Ты прав, это действительно сложнее, чем просто войти в профессию. Но я бы разделил это, смотри, на два направления. То есть первое направление, когда вы уже в диджитал, и вам нужно расти. Второе направление, это когда вы уже работаете там 5-10-15 лет где-то не в диджитал, там выиграли, понимаете, что хотите войти в диджитал, уже имея 10-15 лет опыта, работая в какой-то другой сфере. Если говорить про первое, то действительно, как расти, это, знаешь, это вот я middle, или я middle plus, или senior. Как мне дальше расти? Я уже 5 лет работаю на одной и той же позиции, да, мне индексируют зарплату. Мне кажется, даже 5 лет это очень много для... Для одной позиции? Для одной позиции именно в этой сфере. Ну, давай, 3 года. Да, давай. 3 года уже на одной позиции, и я не понимаю, как мне дальше расти. То есть я вижу людей, которые становятся руководителями, темледами, но это совершенно другие навыки. Этим навыкам снова надо идти, где-то обучаться, потому что когда ты умеешь в какую-то технологию или инструмент, это очень здорово, и там можно расти до сеньора, но дальше вырасти до темблида или руководителя, нужно приобретать другие скиллы. Нужно уметь общаться с командой, мотивировать команду, набирать команду и растить команду. И обычно этому редко учат в компаниях. Опять же, на самом деле в ИЧ, большинство кейсов, это когда к нам приходят такие ребята, middle, senior, плюс, которые хотят расти, хотят что-то понимать. Большинство женов думают, что все будет круто. Я пока не знаю, но потом они приходят. Здесь ответ на самом деле такой же. Надо поговорить с тем, кто стал темледом или руководителем, почему они там, как у них получилось вырасти, где они научились этому, какие навыки у них есть сейчас, каких у них не хватало, чтобы пойти на ту или иную позицию. У нас часто есть кейсы на платформе, когда дизайн-директор Яндекс.Маркета, у него в команде десятки дизайнеров, и он как раз помогает ребятам, которые на middle, senior позиции, расти быстрее дальше. То есть понятное дело, что мы так или иначе вырастим в большинстве своем, но вопрос за какое время и с каким уровнем стресса. Когда мы говорим с кем-то, кто уже имеет эту экспертизу, это сокращает нам путь в десятки раз. Это что касается первого направления. Про второе направление, когда мы меняем сферу профессии и приходим в digital, не из digital, это сложно. Это еще сложнее, потому что, во-первых, нам нужно потратить время на обучение. Обычно мы видим, что в онлайн-школах приобретение новой профессии – это год, год и полтора года. Второй тезис – это что чаще всего, когда мы переходим в digital, имея пять лет опыта работы, не в digital, на позицию джуна, мы сильно теряем заработное платье. И следующий год, год обучения плюс год работы джуном – это потеря в заработной плате очень сильно. То есть средняя зарплата джуна – это 80 тысяч. Ну, ты имеешь в виду в цифровых профессиях? В цифровых профессиях, да. Вот. Это Москва. Да, смотри, сейчас есть вообще, мне кажется, классное время, когда люди наконец-то вспомнили, что 1861 год был, да, крепостное право прошло, можно менять работу, можно договариваться на какие-то условия. И вообще рынок стал более регулируем спросом и предложением, а не просто в формате «я нашел какую-то работу, я держусь за нее зубами, просто пока вот, не знаю, я не слягу». И вот во всей этой новой, наверное, истории хочется проговорить несколько таких важных пунктов, которые, я уверен, здесь для всех часто становится острым. Наверное, первая, там и одна из них, мы проводили несколько опросов, по-моему, даже один опрос мы с вами проводили про то, в чем основные проблемы людей в коллективах и во взаимодействии с руководителями. Там, по-моему, 74%, ну, то есть подавляющее большинство, очень много говорили, во-первых, про обесценивание собственной деятельностью руководителями, при том, во всех смыслах. И в смысле какой-то нематериальной, да, там, похвалы, либо просто отметить достижение человека, либо просто его там подбодрить. И с точки зрения материальной, что как бы, как будто его действия не замечают. Вот он работает там с утра до ночи, ничего не меняется, ничего не происходит, и как бы никто даже не понимает, чем он там занимается, и он перестает ощущать собственную важность. И мне кажется, вот давай мы сейчас разберем две вот этих темы, и материальную, и нематериальную. Давай начнем с материальной, про вообще историю с зарплатами, про историю с какими-то бонусами, окладами, про понимание, насколько тебе платят справедливо, либо нет. Вот смотри, к примеру, я специалист middle, который отчетливо понимает, что в своей сфере я могу зарабатывать намного больше. Вот ко мне пришло это осознание, я увидел где-то другую вакансию, там, еще что-то там со мной произошло, и у меня вот в голове засела эта идея. Что мне надо сделать? Вот с чего вообще начать? То есть мне просто пойти к руководу и сказать, слушай, я стою больше, и скорее всего он скажет, с чего ты взял, да? Либо есть какие-то другие механики, вот давай попробуем такой вот гайд последовательный для человека, который понял, что что-то с его материальной компенсации, мотивации не то. Давай, смотри, вот прежде чем перейдем к этому, давай я, наверное, скажу, что вообще, вообще в целом рынок, он так не думает, люди не привыкли бояться говорить про заработные платы, про то, сколько они стоят на рынке, больше что боится думать про вообще эту мысль, сколько я стою на рынке, какая у меня должна быть заработная плата. То есть такое понимание, как капитализация человека на рынке, ее не существует. То есть ты не понимаешь, вот я вообще чего-то стою или я стою ровно столько, сколько мне платят. Платят, да, и люди боятся говорить об этом. И в целом надо переставать бояться говорить об этом, потому что это нормально говорить со своей компанией про заработную плату и про понимание, как мне дальше расти в заработной плате. Что, если мы говорить про какой-то конкретный гайд, вот я понимаю, увидел вакансию, за которую платят больше денег и хочу поговорить со своим руководителем и повысить свою заработную плату. Самым нормальным, адекватным решением будет это прийти к руководителю и спросить, а сколько, что мне нужно делать, чтобы получать такую заработную плату? Адекватный руководитель скажет, окей, чтобы получать такую заработную плату, тебе нужно прокачаться вот в это, научиться делать это и деливерить вот это. И тогда будет такая повышенная заработная плата. Это в адекватности. Часто вне какой-то неадекватности бывает так, что компания просто захастлили сотрудника. Довольно русский. Бывает часто так, что компания просто платит ниже рынка, потому что она хочет платить ниже рынка заработную плату. И при том сильно ниже рынка. Здесь разные причины. Может, компания дает какой-то опыт или дополнительное образование, или в целом престижно работать в этой компании, или условия там круче, или просто компания не может позволить себе этого. Вы как профессионал, как специалист, всегда можете ходить на собеседование, разговаривать с другими HR-рекрутерами, профессионалами. И в целом видеть, понимать вознаграждение на рынке. Кто сколько получает. Это нормально быть в таком, в активности, два раза в год ходить на собеседование, получать оффер и просто тем самым понимать, сколько я стою. А также это помогает находиться в такой востребованности. Понимать, какие обязанности, какие навыки сейчас нужны, куда, как вообще в целом компании развиваются. Смотри, ты здесь, наверное, говорил про какого-то такого идеального руководителя в вакууме, который за тебя придумает, что надо, чтобы получать больше, который за тебя решит, что тебе надо подказать. Такие есть компании, да, есть примеры, когда там ребята готовят и карты развития и так далее. Но если руководитель тебе говорит, подумай, как бы возможностей вокруг много, вот принеси нам новый какой-нибудь поток дохода и так далее, ты считаешь это адекватным ответом? Или вот все-таки сотрудник сам не должен думать о своей окупаемости, о том, как он приносит деньги? Слушай, если честно, я считаю, что это адекватный ответ, если руководитель... Приходит ли так сказал, это адекватно, и вместе с ним можно это проработать? Окей. Вообще здорово, когда кто-то из сотрудников, в общем, части команды приходит, я придумал вот это, кажется, будет круто, я могу это сделать, вот я уже изучил, но только можно мне, пожалуйста, зарплату повысить? Почему нет? Слушай, ну у нас вот на... У нас много отделов достаточно внутри компании, и на некоторых тестируется такая штука, как рехантинг, то есть в среднем каждые 3 или 6 месяцев, в зависимости от динамичности сферы, мы перенанимаем человека, ну то есть мы заново готовим ему оффер, мы с ним обсуждаем, а что он подтянул за это время, насколько больше проектов он сделал, насколько он опытнее стал, насколько он быстрее стал делать эти проекты. Я могу сказать, что это тоже история очень классно работает, во-первых, она всех держит в тонусе, и во-вторых, она дает вот эту, знаешь, какую-то прозрачность и понимание, что мы все в рынке, ну то есть меня никто не пытается вот куда-то забить в уголок, знаешь, там, меня не подсвечивают в кейсах, чтобы меня никто не видел, мне не разрешает обновлять резюме, это, кстати, вот отдельно сейчас будет вопрос, потому что есть компании, которые за этим следят, и не дай бог, такой-то сотрудник обновил неделю назад где-то резюме, и это нашел HR, где-то за такое увольняют, где-то за такое вызывают на ковер, и прямо общаются, как ты думаешь, это вообще адекватно или нет? Я думаю, что это на грани вот с этим рабством и 61-м годом. Ну то есть именно история про публичное обновление резюме, это абсолютно адекватно, нормально, и те компании, которые как-то за это борются, следят и прямо ругают за это, это неадекват в 21-м году? Мне кажется, нет. Но компания действительно, есть несколько процессов, когда HR действительно просто проходятся по всему HeadHunter, по текущим сотрудникам и смотрят последнюю дату обновления резюме, и часто бывает, если они видят, что кто-то обновил, они стараются... Они скорее просто предпринимают какие-то действия, потому что они понимают, что... В лучшем случае, да, они стараются поговорить с человеком, тебе понять, может тебе что-то не нравится, давай поговорим, давай улучшим, но бывают такие, если, когда... Ладно, раз ты не хочешь здесь работать, то, пожалуйста, до свидания. У меня здесь еще вопрос по поводу... По поводу зарплаты. Давай вернемся к зарплате. Да, вот ты пришел, тебе расписали какие-то штуки, которые ты должен сделать, чтобы получать больше, а ты понимаешь, что если ты будешь еще и это делать, то ты уже не на тот оффер, который вы изначально претендовали, да, это должна быть совершенно другая оплата труда, и тебе накидывают что-то сверху. Вот здесь, как себя вести, с чем сверяться, с кем это вообще можно обсудить, чтобы понять, насколько это в рынке адекватно. Ну, то есть, условно, ты приходишь, чтобы повысить зарплату, там, не знаю, с 60 тысяч до 80, просто потому, что, ну, весь рынок вырос, я работаю, там, условно, там, год-полтора, у меня вот такой вот проект, опыт и так далее, я стал быстрее, там, круче работать, а тебе говорят, вот мы тебе еще на 30-40% в зон ответственности добавим и будем платить тебе 80%. Ты понимаешь, что это еще более неадекватно, это типа, оставьте мне то, что было, да, и все окей. Вот как в таких ситуациях, где вообще можно сверяться, есть ли какие-то, там, средние рейтинги по зарплате и так далее. Мне просто интересно, вот... Слушай, да, ты прав, то есть человеку всегда, когда он где-то работает, сложно понять еще и анализировать рынок по его профессии и смотреть какую-то аналитику, но здесь есть лайфхак, что можно дружить с HR-ами из разных компаний и в целом 3, 4, 5 HR-ов, они понимают плюс-минус весь рынок труда в конкретной профессии, сколько за это платят в банках, сколько за это платят в консалтинге, в разных IT-компаниях, в игровых студиях или в ГОСе. Соответственно, имея контакт с этими 5 HR-ами, они тебе скажут, вот за это мы платим такие вилки заработной платы и учитывая, что этот человек приходит условно извне в компанию, либо то, что человек растет в компании, это тоже бывают разные зарплаты. Я могу 5 лет работать в Яндексе, у меня будет одна зарплата, но тем не менее человек, пришедший снаружи на ту же позицию, может иметь зарплату гораздо ниже, потому что я уже столько лет проработал в Яндексе, а в некоторых случаях и выше. Это тоже не очевидно, и вот разговор с HR-ами, дружба с ними, либо через наш сервис H, она помогает, помогает вообще развеять этот туман снова на рынке заработных плат. Ну вот тут я вообще согласен, что есть некое такое отсутствие информации именно в работе в найме, просто потому что там курсов про бизнес, бизнес-сообществ, вот этого всего, их очень много вокруг, да, то есть там, как строить бизнес, как делать бизнес, да и с целями там понятнее, как бы больше дохода, меньше расхода, и все хорошо. А вот как будто такого понятного обучения карьерного, то есть как продвигаться по карьере, как работать там в конкретных компаниях, как правильно своевременно перешагивать на новые позиции, ставить себе новые вызовы, как правильно общаться о повышении зарплаты, как правильно обсуждать свои зоны ответственности, как правильно вести себя с коллегами, ну, чтобы это не превратилось в перегрызание глоток, да, а превратилось в какой-то очень понятный, ну, такой измеряемый процесс твоего постоянного роста. Да, мне кажется, что вот этого правда очень мало на рынке, и как будто бы вот даже ты хочешь этим заняться, ну, к примеру, я работаю в большой компании, и я хочу построить себе такой карьерный трек на ближайшие пять лет. Если я приду к HR и спрошу там, ну, давай мы с тобой вместе придумаем, что со мной будет вот к этому периоду, он, скорее всего, скажет, я не знаю вообще, буду ли я здесь работать, типа и отстань от меня вообще, чувак. Я сейчас занимаюсь там какими-то более важными задачами. И как будто бы вот этой конкретной функции, да, очень не хватает, потому что человек вообще не понимает, а что с ним будет дальше. И вот это вот отсутствие, отсутствие какого-то нарисованного хотя бы будущего, элементарного там планирования, что, как, где, мне кажется, очень демотивирует огромное количество людей. Оно демотивирует и прибавляет тебе стресс, этот дискомфорт, потому что ты не понимаешь, что происходит, какие у меня есть вероятности развития событий и что мне нужно уметь на этих разных вероятностях и какое вознаграждение я могу получать, это не обязательно денежное, да, и внутреннее развитие профессионала, выбирая разные из этих вероятностей развития событий в твоей карьере. Но этим надо заниматься. Без этого никуда нужно инвестировать туда время и расти. Здесь еще, мне кажется, вопрос есть о монетизации предпринимательской деятельности, потому что на самом деле я уверен, что если собрать такую адекватную статистику 5 лет роста в корпорации и 5 лет собственного какого-нибудь микропредприятия, бизнеса, именно в процентном соотношении совершенно разный уровень дохода и достатка будет, при том в плюс не предпринимателям. И вот как бы отсутствие информации об этом, потому что нет никаких прозрачных зарплат, никто не знает, сколько получают топы той или иной корпорации, за сколько времени они дошли до этого периода и так далее. Мне кажется, это тоже мешает тому, чтобы какая-то история с развитием собственной карьеры была очень, знаешь, таким, хорошим, понятным процессом в обществе, а не какой-то вот историей про то, что да он карьерист, он там шагает по головам, это очень плохо, ужасно и так далее. То есть хочется этому вернуть какую-то адекватность, что расти в карьере это окей, что продвигаться по ней это тоже абсолютно нормальный процесс, что думать, не дай бог, о собственной капитализации, о том, сколько ты зарабатываешь, это вообще-то норма, а не прерогатива для каких-то очень мерзких и там отъеханных чуваков. И вот вернуть вот это вот понимание, что крепостного права нет, да, у тебя есть капитализация, сколько ты стоишь на рынке, ты можешь о ней думать, ты можешь задавать об этом вопрос, ты можешь об этом говорить, это очень важная большая миссия вообще поменять вот эту парадигму в сознании людей. Ты прав, это действительно то, что в какой-то степени мы стараемся делать, то, что мы стараемся делать совместно с вами, с Этерс. Какая натива тебе. Да-да. Снимать этот уровень стресса, рассказывать, помогать людям, то, что ты совершенно правильно говоришь, карьера, это важно, потому что мы проводим большую часть нашей жизни, занимаясь той или иной работой, той или иной деятельностью, почему бы не сделать ее нормальной, и движение по ней плюс-минус осознанной, понятной, ясной и менее стрессовой. На самом деле, я тоже вижу в этом огромный такой прямо пласт задач, очень важных, очень больших, очень влияющих на огромное просто количество людей, которые уже есть на рынке труда, которые будут на него выходить. И, на самом деле, мы здесь с Антоном не просто так сидим, потому что вместе с Буду, вместе с сервисом карьерных консультаций мы сейчас будем активно эту ситуацию на рынке менять. Мы с ребятами несколько месяцев назад договорились о такой огромной совместной коллаборации, об инвестициях, о достаточно быстром сейчас таком скачке развития бизнеса, и мы верим, что все то, что мы здесь обсудили, все те какие-то насущные проблемы, они решаемы. Просто на них надо сконцентрироваться, надо посмотреть на них немного по-новому, надо добавить сюда какого-то, да, собственного там ресурса, фокуса новых решений, технологий, и всю эту историю можно будет перевернуть, можно поменять эту парадигму, можно поменять вообще отношение к карьерам, можно помогать людям, которые застряли в каком-то карьерном развитии, находятся на стадии выгорания, что сейчас до нас тоже доходит, и ты все чаще со всех пабликов, интервью и так далее слышишь про эту не очень прекрасную вещь. Вот. Поэтому я думаю, что впереди, в ближайший год нас ждет очень много интересных мероприятий, событий, очень много каких-то новых функций, и, я думаю, новых анонсов. Все так, спасибо тебе, Женя, спасибо, что позвал, и, конечно, наше партнерство совместное с Этерс плюс Буду плюс Эйдж, совместная наша деятельность поможет добиться наших целей намного быстрее и намного более масштабнее поменять рынок труда таким, как он нам кажется справедливым, честным. Субтитры сделал DimaTorzok